Девятый матч первой домашней лиго-чемпионской этого года начинает голом Ярослава Фролова, которую Пер Юхансен поставил на позицию правой полусредней в отсутствии Анны Вяхеревой. Для Анны, конечно, нехорошая ситуация сложилась, потому что она застряла в Норвегии, как и несколько представителей клуба. Мы следим за ситуацией и знаем, что с ними все будет хорошо. Они будут там еще неделю, может чуть больше. Потом будет восстановление. И я думаю, постепенно, шаг за шагом, Аня вернется в команду. Мы быстро уходим в отрыв, а примерно за 10 минут до конца тайма, играя в меньшинстве, доводим разницу до пяти мячей. Но и это еще не все. Великолепный гол, благодаря которому мы повели плюс семь, но в итоге плюс шесть, изящно, в контратаке, великолепно подкручивая, забрасывает Кристина Кожакарь. Спасибо за игру. Мы перед матчем обсуждали, что это была очень непростая неделя, и мы должны сыграть как единая команда. Большую часть игры мы это и делали. Мы нашли хороший уровень защиты, это дало нам безопасность. Мы также много сделали и в атаке, но были и ошибки, и Бетихайм пользовался этим в своем быстром нападении. У них хорошая команда. В начале второго тайма, как и в первом, темп нашим голам задала Ярослава Фролова. У нее будет пять мячей, как и у Полины Кузнецовой. Юлия Моногарова смогла перегнать нашего главного бомбардира Анну Вяхереву, у которой в лиге 41 мяч на счету, у капитана теперь 42. Ростов-Дон побеждает 27-21, и теперь 20 января в Майкопе сыграет с местным Агуа Деив.